Это вообще просто бомба замедленного действия. Организм, например, может жить без органа, а орган не может жить без организма. Продуктами мы действительно можем лечиться, и это может быть нашим лекарством, а можем добивать себя, и это может быть токсином и ядом, который усугубляет проблему. Привет, мои хорошие, вы на канале Школы Здоровья и Ресурс. С вами я, нутрициолог Марина Жигульская, и сегодня я хотела бы поговорить про такую важную тему, для каждого важную, это тема питания, потому что здесь больше всего вопросов, здесь больше всего таких подводных камней, и здесь больше всего запретов. И когда мы смотрим, когда вы смотрите в социальных сетях короткие ролики, или тем более рилсы, в которых нельзя сказать всего, но там выделено основное, важное, основное, важное для определенного какого-то состояния организма, например, или патологии, которая корректируется, и вы думаете, боже, этого нельзя, и этого нельзя, и вот этого нельзя, и повсюду одни запреты. Или бывает так, что вы в одном ролике видите, что это запрещают, а в другом ролике это разрешают. И вот сегодня как раз вот это я хотела обсудить. Почему так? Откуда эти запреты? И откуда вот эти противоположные мнения? Марин, сейчас если посмотреть нутрициолога в сети, создается ощущение, что есть ничего нельзя. Все демонизируют продукты, нагоняют страх. Ну тут они и правы, в общем-то, с какой-то стороны, потому что на самом деле есть такие состояния, при которых надо ограничить определенные продукты. Но состояния эти разные, и поэтому кому-то, да, действительно нельзя, нельзя, нельзя. А кому-то нельзя, но можно, периодически. Поэтому, когда мы смотрим ролики в социальных сетях, мы видим только отрывок из контекста выдранный. Ну то есть не принимается во внимание работа всего организма. Потому что иногда бывает так, что, например, вот взять красное мясо, и кто-то говорит, что есть его надо обязательно, чуть ли не на ежедневной основе, потому что там метильные группы, потому что там железо, потому что там витамин В12. А кто-то говорит, ни в коем случае красное мясо, врачи вот часто его запрещают, потому что, потому что там пурины, потому что оно тяжело для переваривания. И те и другие правы. Потому что мы не оцениваем никогда сам продукт, мы оцениваем состояние организма, который будет его усваивать и перерабатывать. И поэтому кому-то нельзя вообще красное мясо, кому-то можно там раз-два в неделю, а кому-то можно чуть ли не на ежедневной основе. Это зависит от метаболизма организма, от того состояния, в котором он находится. А есть какие-то продукты, которые реально всем лучше исключить? Ну, конечно. Это как раз те самые мусорные продукты, их называют еще. То есть нам абсолютно точно не нужен сахар. Его, тем более, сейчас очень много. Нам не нужны трансжиры, например, вот эти чипсы, например, вся выпечка, которая делается, или мороженое, например. Вот выпечка и мороженое, это как раз сочетание трансжиров и сахаров в одном продукте. Это вообще просто бомба замедленного действия. Нам зачастую не нужны молочные продукты. Именно промышленные молочные продукты нам не нужны точно, абсолютно. Нам не нужны продукты, содержащие большое количество глютена, потому что они постепенно, но тем не менее, выводят кишечник из рабочего состояния. Марина, что по поводу кисломолочки? Постоянно, когда ты говоришь о вреде промышленной молочки, люди спрашивают, а что по поводу кисломолочных продуктов, можно ли их? Когда мы оцениваем сам продукт, то нельзя сказать, вот это хорошо, вот это плохо. Давай начнем с того, что разделим молочку на промышленную молочку и молочку из-под той коровы, которую вы чуть ли не лично знаете. Потому что это два разных молочных продукта. И кисломолочных в том числе. Потому что в живом молоке зачастую содержатся ферменты, которые помогают перевариванию этого молока. В промышленном его нет. И по поводу кисломолочных продуктов, здесь же надо понимать тоже состояние организма. Вот, предположим, у человека есть инсулинорезистентность, а в молоке есть инсулиноподобный фактор роста. Надо ему молоко? Я бы не стала. Или, например, у человека есть воспаление в кишечнике. А казеин – это трудноперевариваемый белок, который вот такой воспаленный кишечник уже навряд ли переварит. Потому что если у человека воспаленный кишечник, у него 100% там в кислотности тоже все напутано. Но как бы и не нужен тогда тот самый казеин. И в молочке он, или в кисломолочке – неважно. То есть за что мы любим кисломолочку? За ферменты, за живые бактерии. Но так эти живые бактерии можно получать из других продуктов. Много же у нас ферментированных продуктов, которые не содержат тех компонентов, которые содержат молочко и нагружают организм. Поэтому не саму молочку оцениваем. Оцениваем состояние организма. Что по поводу капусты, например? Вот мне два коротких ролика недавно попались. В одном говорили, что она абсолютно всем нужна, а в другом говорили, что если у вас какая-то проблема с щитовидкой, то никакой капусты вам никогда нельзя. Что можно по этому поводу сказать? Ну, на самом деле, да. Вот есть такая группа натуральных продуктов, так скажем, которые нам дала природа. Но, тем не менее, любое растительное вещество содержит антинутриенты. Потому что растения таким образом как бы защищаются. У кого-то есть, например, ноги, чтобы убежать. У кого-то есть когти, чтобы защищаться, зубы. А у растений ничего этого нет. И поэтому у них есть антинутриенты для того, чтобы если нестабильный пищеварительный тракт или там старое животное какое-то съело это растение, то растение не усвоится в этом желудочно-кишечном тракте. И у него есть шанс выйти и прорасти. И растение таким образом сохранится как вид. И поэтому вот учитывать надо нахождение этих антинутриентов в продуктах. Почему запрещают капусту? Потому что якобы там содержится вещество, которое блокирует синтостероидных гормонов. Но на самом деле капусту надо съесть так много, чтобы заблокировать там что-то, что просто человек столько не съест. Поэтому я бы не запрещала капусту вот просто вот нет, нет и нет. Она должна оставаться в рационе. Почему? Потому что в капусте содержится такое вещество, как сульфорофан, которое тоже нужно для производства тех же самых гормонов. Ну и вообще в принципе, которое оставляет нас здоровыми, которое очень хорошо работает на процессы детоксикации. А при сниженном функционале щитовидной железы процессы детоксикации страдают в первую очередь. Поэтому опять вот чаша весов. Кому-то можно, кому-то нельзя. И надо всегда взвешивать ценность продукта через призму вот этого состояния организма, который будет ее усваивать. Продукт капуста хороший. Я бы его оставляла в рационе. Другое дело, что на капусту чаще всего бывает вздутие. И тут уже вопросы к кишечнику. Окей, с капустой более-менее понятно. А что по поводу помидоров? Я вот очень люблю помидоры. А ты все время говоришь, что надо их поменьше. Ну, потому что у тебя аллергия. Поэтому, ну вернее, даже не так. У тебя не аллергия. У тебя высокое накопление гистамины, непереносимость. И поэтому в твоем случае, да, помидоры надо ограничивать. Почему? Опять, вот если мы раскладываем любой продукт на составляющие, тогда нам понятно, вот как этот продукт будет работать для конкретного организма. Потому что, с одной стороны, помидоры это ликопин. Антираковый, кстати, компонент. На заметочку. И очень нужный нашему организму. С другой стороны, в помидорах содержится такое вещество, антинутриент, опять же, как солонин, например, который насмерть блокирует у нас там в организме все и вызывает воспаление. С третьей стороны, в помидорах самое нехорошее это семечки. Потому что там содержатся лектины, которые тоже воспалительным образом работают на стенку нашего кишечника. А если кишечник здоров, ему это вообще все не повредит. Но если кишечник уже такой подушатанный, то, конечно, они наделают делов. Поэтому помидоры это хороший продукт, но в конкретный момент времени, когда мы нормализуем состояние организма, стабилизируем, корректируем работу кишечника, их на какое-то время надо убирать. Слушай, вот если мы с тобой сейчас будем так каждый продукт разбирать, то у каждого продукта есть хорошая сторона и не очень. Но это хорошая или не очень сторона, опять же, зависит от состояния организма. И поэтому на своих программах я учу учеников именно смотреть на любой продукт через состояние организма. Потому что кому-то можно, вот прям можно чуть ли не на ежедневной основе, а кому-то вот нельзя вообще на какой-то промежуток времени, пока корректируется состояние. То есть нутрициология это не хорошо и плохо, это не черное и белое. Между ним есть еще много-много полутонов и нюансов, которые нужно учитывать обязательно. И поэтому продуктами мы действительно можем лечиться, и это может быть нашим лекарством, а можем добивать себя, и это может быть токсином и ядом, который усугубляет проблему. А я правильно понимаю, что для того, чтобы мне питание подобрать, мне нужно ориентироваться на свои симптомы и диагнозы? Абсолютно правильно, да. Самое первое это симптоматика и состояние организма. И потом уже мы подбираем рацион питания, который будет подходить под твое текущее состояние. Другое дело, что сейчас люди имеют несколько диагнозов. И даже в медицине есть такое понятие, как коморбитный пациент. Это когда лечим один диагноз фармпрепаратами, как правило, и как побочка от этих препаратов получаем второй, там, третий диагноз. Либо когда у человека какой-то один орган или система выходит из строя, они, как правило, тянут как по цепочке за собой и следующее. И вот когда такой человек приходит, и у него несколько диагнозов, и он смотрит, в этом диагнозе ему вот это нельзя, вот по этому диагнозу ему вот это нельзя. И получается, что ему нельзя ничего. И он вот стоит и говорит, а что мне есть вообще? Мне, получается, ничего нельзя, потому что он смотрит через вот эти свои патологии. Я же предлагаю немножко другой подход, потому что у организма есть как бы такая последовательность, есть определенный алгоритм действий. То есть, например, если у вас понизилась кислотность в желудке, например, на фоне стресса, у вас однозначно будут проблемы с желчоотоком начнутся, будут проблемы с синтезом гормонов поджелудочной железы, и однозначно начнутся проблемы в кишечнике. А когда начались проблемы в кишечнике, там уже и щитовидка, там уже и суставы, ну то есть там уже разбег большой. И поэтому всегда есть то одно состояние, с которого мы начинаем вытягивать организм. На остальные пока не обращая внимания. И так бывает очень часто, когда мы, скорректировав одно состояние, получаем улучшение по всем остальным. Потому что в организме вот есть определенные взаимосвязи, которые обязательно любому человеку надо знать, чтобы не бегать с горстями таблеток, и чтобы не думать, господи, так а с чего же вообще начать распутывать этот клубок. Надо просто знать, как устроен ваш организм, и по каким принципам он работает. Но здесь же еще надо учитывать тот факт, что сейчас тенденция какая? Нутрициологов очень много, информации в сети очень много. И вот этот обычный человек, он идет к одному нутрициологу, ко второму, к третьему, к пятнадцатому, на всех подписывается. И у всех этих нутрициологов смотрит какой-то контент. Здесь про желудок посмотрел, здесь про кишечник. Причем они могут противоречить друг другу, что в принципе объяснимо. Потому что они, возможно, описывают разные состояния. То есть он смотрит все это, и что-то начинает применять. И у него не работает, не получается такого результата. Потому что отдельно орган, не принимая во внимание работу всего остального организма, вылечить нельзя. И здесь важна, конечно, система. И поэтому, когда я вижу, например, как ко мне приходят люди, которые вот здесь полечили щитовидку, а вот здесь полечили кишечник, и не добились никакого результата, я понимаю, что вот именно потому, что не было понимания всего организма целиком. Как это все взаимосвязано, как это все работает. Ведь у нас организм, например, может жить без органа, а орган не может жить без организма. Они все взаимосвязаны и зависят от состояния всего организма. То есть организм может жить, например, без руки, а вот рука без организма жить не может, потому что она питание от него получает, потому что организм обновляет клетки, выносит мусор из этого органа, и это очень важно, как работают все остальные органы, чтобы вот этот оставался здоровым. Ну и что тогда делать? Вот я решил разобраться с питанием. С чего мне начинать? Слушай, вот именно поэтому, потому что я когда-то тоже была в таком состоянии и тоже металась в поисках информации, я сделала бесплатный трехдневный курс, на котором пошагово рассказываю, как устроен наш организм. Потом мы разбираемся с питанием, кому можно, кому нельзя, что можно, почему можно или нельзя, и дальше мы все это финалим диагностикой. И вообще такие курсы продают за деньги, но я помню свое состояние, когда я выходила из кабинета врача, и мне жизненно важна была вот эта информация любая, я ее собирала по крупицам, и когда я вытаскивала себя из диагноза, я поняла, что только системно все работает, потому что я тоже пробовала вот так кусками. Что важно, у нас на этом курсе есть обратная связь от нутрициолога, который помогает людям уже даже вот в эти три дня понять свой организм, понять, на что обратить внимание вот конкретно в том организме, который задает вопросы. Марина, сейчас у многих людей, которые нас смотрят, возникает вопрос, а зачем вообще ты проводишь бесплатный курс? Слушай, ну вот смотри, есть две категории людей. Есть те люди, которым вот достаточно, они приходят на бесплатный этот трехдневный курс, и им достаточно немножечко подправить, и все, из-за хорошего. А есть те люди, у которых уже действительно серьезнее, глубже поломки, и которым надо с полной ответственностью подходить к состоянию своего организма, и понимать, что нутрициология это не какая-то волшебная таблетка, что это не что-то вот там по щелчку моих пальцев, что это работа. И мне важно, чтобы эти люди ответственность эту на себя брали, потому что сейчас люди хотят попасть ко мне в работу часто, но на личное сопровождение я просто так не беру. Мне важно, чтобы человек пришел, и у него было такое осознанное понимание, что придется делать, какая ответственность на нем лежит за то, чтобы поправить свое здоровье. То есть это реально серьезный такой труд. Поэтому очень рекомендую сходить на трехдневный бесплатный курс для того, чтобы понять вообще, подходит ли вам это, интересно ли вам это, откликаюсь ли я вам как автор. И кто-то уже на нем получит улучшение, я уже много-много раз получала за него благодарности, а кто-то поймет, что ему надо идти дальше и разбираться глубже в состоянии своего организма. Ссылку для регистрации мы оставим в комментариях внизу под этим видео. Ладно, по поводу продуктов понял, разберемся на бесплатном курсе. А скажи, что по поводу напитков? Очень многих интересует по поводу кофе или чая, что ты можешь сказать? Ну это вот опять информация из сети, когда кофе вымывает кальций, кофе приводит к обезвоживанию. И кофе это натуральный продукт, который кому-то заходит, кому-то нет. И это зависит от состояния организма. Я сейчас говорю про натуральный кофе, растворимый вообще нет, нет, нет. Но натуральный кофе это хороший продукт, который усиливает первую фазу детоксикации. И поэтому у тех, у кого, например, и так сильная первая фаза, и слабая вторая, он не зайдет. И человек это чувствует. Чувствует, например, по учащенному сердцебиению, чувствует потому, что уснуть не может, если вечером выпьет кофе. Таким людям, конечно, его не надо. Но я, например, переношу кофе великолепно. И у нас на курсе тоже очень много людей, которые говорят, боже, это мой любимый напиток, как хорошо, что вы его разрешили. По кофе сейчас очень много исследований, которые ровно противоположные говорят, нежели то, что про него говорили раньше, когда говорили, что он вымывает кальций, обезвоживает, закисляет организм и так далее. Нет, на самом деле это просто натуральный продукт, в котором тоже есть свои плюсы и свои минусы. Сейчас ты интересную штуку сказала про закисление организма. Можем как-нибудь снять на эту тему отдельное видео? Да, это такой очень хайповый запрос. Очень частый запрос. Скорее всего, да. Потому что то, как люди понимают закисление организма, тут тоже очень много мифов, очень много недосказанности. Поэтому да, скорее всего, да, такое видео будет. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить этот новый ролик. И в завершении ролика давай дадим несколько рекомендаций по питанию и по подбору продуктов для тех, кто нас смотрит. Моя одна рекомендация – не демонизировать продукты, не кидаться из крайности в крайность, а изучать, как устроен ваш организм и что ему подходит в данный текущий момент времени и том состоянии, в котором вы находитесь. Потому что иначе опять будет много советов, которые неприменимы для всех. Спасибо, было интересно. Да, я согласна. Нутрициология – это всегда очень интересно. До новых встреч! Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова